Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как зависть. Почему? Потому что в последнее время, почему-то, вот так бывает, интересно, когда ни один человек уже задает мне вопрос, подскажите, что делать с завистью? Потому что зависть меня буквально душит. И вы знаете, во-первых, я поздравляю всех, кто это признает и понимает, что это есть trouble. Все-таки предыдущее видео подтверждает то, о чем я говорю, что осознанность начинает просыпаться. Потому что в большинстве своем люди даже не понимают, что ими движет зависть, что они ничего не могут поделать с этим чувством, и они начинают просто, ну, как бы, зависть преподносить так, как будто бы ты советчик и герой, а просто кто-то плохой. То есть зависть действительно это сложное чувство. Я вам хочу сказать, что я в этом деле знаток еще тот, потому что со мной это было не один год. В разные такие, знаете, это как болезнь, я считаю. А с одной стороны паразитирующая, а с другой стороны излечивающая. Потому что когда она появляется, и вы это замечаете, этот симптом уже настолько проявляется, что нужно, что вы можете лечить. Да, то есть вы как бы понимаете, что, блин, такая проблема реально есть. Поэтому я вас поздравляю с тем, если вы у себя выявили эту болезнь. И сейчас давайте поговорим с вами о том, каким же образом можно с этим работать. В чем проявляется чаще всего зависть? Ну, как правило, к близким людям, к подругам, к тем, кто находится с нами рядом, или еще хуже, вчера находился с нами на одном уровне, а сегодня он уже живет совершенно другой жизнью, и это сложно пережить, потому что, ну, как так, еще вчера мы вместе, может быть, даже вчера я был лучше его, может быть, я был талантливее, знаете, часто говорят, я в детстве лучше учился, меня ставили в пример, а тут вдруг. Это первый момент. Второй момент, это, безусловно, конкуренция, когда вы смотрите на кого-то и постоянно, вот, постоянно фиксируете, да, что, ой, вот даже сейчас, например, происходит карантин, и вроде бы вы как сидите и надеетесь, что у конкурентов плохо, а какой-то конкурент очень активно вылазит. Что мы обычно делаем в этих ситуациях? Первая модель поведения, я как Ванга говорю, сейчас вы будете себя узнавать. Первая, это мы начинаем находить какие-то истории для себя, которые будут тушить этого человека. Ну, например, мы говорим, ой, да это просто картинка в Инстаграм, это неправда. Ой, да это он сейчас делает, он на самом деле ничего не зарабатывает на этом, он просто прыгает, не имеет никакого смысла это делать. Ой, да это он просто выделывается от выскочка, да, лучше бы он сейчас вообще не позорился, или он это делает плохо, или это все равно не работает. Я отлично это знаю, ребята, потому что я сама была таким глушильщиком, и всегда мое подсознание находило какое-то оправдание, которое где-то как будто бы помогало мне выдохнуть и понять, что да я лучше, я лучше. Но вскоре, может быть не вскоре, в какой-то период времени я поняла, что это просто банально, ну как бы, ну это банально, вот так, наверное, скажем. Это банально, это успокаивает только меня, но это не делает этого человека ни в коем случае хуже. И как, если сравнивать его, то он где-то побеждает. Вот, и это было отвратительно, вообще отвратительное понимание, потому что, ну, это неприятно. Что я вам могу сказать еще? Еще одна какая штука возникает? Еще одна штука возникает такая, что мы, есть такая фраза, я очень долго ей руководствовалась, когда мы не знаем, что там на самом деле, да, какая плата за это стоит. И, наверное, я не готов брать чужую плату, то есть мы как будто бы себя уговариваем, что у него-то есть и плохая какая-то сторона, и тяжелая часть его жизни. И вот, наверное, тяжелая часть его жизни, она сильно хуже, чем та, которая легкая. Поэтому я вот рад, что я со своей худо-бедно, да зато вот все мое. Значит, давайте будем откровенны. Это наши слабости, это наши страхи, и это вот это все наше говнишко, вот это оно и говорит. Из всего вышесказанного я могу вам сказать одно. Первое. Примите тот факт, что каждый человек индивидуален. И что у нас есть с вами два варианта действий. Первое. Направить фокус зрения на себя и работать над собой. Второе. Наблюдать за другими. Третьего не дано. Вот просто примите это. Поэтому, если вы все время наблюдаете за своей подругой, если вместо того, чтобы идти в тренажерный зал, вы смотрите на то, как она идет в тренажерный зал, если вместо того, чтобы развивать свой инстаграм, вы, ну я условно говорю, смотрите за тем, как она развивает свой инстаграм, если вместо того, чтобы себе дать усилия, вы направляете свои усилия на за тем, чтобы следить, что у нее, вы это и получаете. Вы можете себя обманывать сколько угодно, находить какие-то себе оправдания, Искать. Многие люди очень сильно заняты тем, чтобы, знаете, наблюдать, как делает другой, указывать на его недостатки или смеяться с его промахов. Но вы должны четко в этот момент понимать, что вы сидите под пальмой. Вы не тот, который карабкается. Тот, который карабкается, он может 300 тысяч раз выглядеть смешно. Но поверьте, у него будет обязательно одна попытка, когда он влезет. И когда он из этой попытки сделает свою золотую лестницу. Поэтому, если вас сегодня что-то беспокоит, вопрос не в том, почему вас это беспокоит и что этот человек там какой-то. Вопрос в том, что проблема в принципе в вас. Проблема в том, что вы фокус зрения сейчас сместили на кого-то другого, а не на себя. Вот и все. Проблема в вашей слабости, в вашем страхе, в вашей неуверенности. И работать надо ни в коем случае не над тем человеком. Скажем так, зависть это не то, чтобы болезнь по отношению к другим. Зависть это просто симптом. Болезнь-то ваша. Просто это проявляется у кого-то через зависть, у кого-то через страх. Это просто банальный симптом. И второй человек здесь ни при чем. Поверьте мне, в тот момент, когда вы сфокусируетесь на себе, когда вы скажете, а не переписать ли мне свою жизнь, а не подумать ли мне о том, как я хочу, а не сфокусировать ли мне полностью все свое внимание на том, что происходит вокруг меня, на том, как я коротаю время на своем карантине, или неважно, не на карантине, вот я должно стать на первое место. И тогда вы увидите, что каким-то чудодейственным образом зависть исчезнет. Вам перестанет вообще быть все равно, как, что у кого происходит. Я замечаю сейчас иногда у себя такие, знаете, ниточки, не то чтобы зависти, а такого типа, знаете, возмущения по отношению к кому-то. Зависти нету. Возмущение. И тогда я понимаю, что, скорее всего, это говорит о том, что я устала, что мне нужно отдохнуть, что мне нужно поспать, что мне нужно себя побаловать, что это вообще здесь ни при чем. Потому что я, как человек идущий, а в тот момент, когда вы сфокусируетесь на себе и начнете идти, вы увидите, что вы человек идущий, я прекрасно понимаю, что путь любого идущего человека, он наполнен вообще всем. И завидовать чужому пути не имеет никакого смысла, потому что у каждого из нас своя ветка. И у каждого из нас абсолютно одинаковые шансы на то, чтобы сделать эту ветку цветущей или сделать ее увядшей. Вот просто поверьте. Я миллиард раз говорила и миллиард первый повторяю. Очень классный месседж идет у Зеланда, который говорит, позволь себе быть собой, а другому быть другим. И я хочу сказать, что тут не просто позволь себе, а ты просто ты. Это ты, а кто-то другой. Это кто-то другой. И в детстве я сейчас замечаю за своей дочерью старшей, что вот она все время равняется, пытается, знаете, с кем-то подвязаться. И я помню, у меня было точно такое же в детстве. Я боялась сказать «я». Я боялась выделиться. Я боялась взять на себя ответственность, потому что засмеют, а вдруг у меня не получится, а я не уверена. В какой-то момент я изобрела для себя тренажер. И где бы я ни появлялась, и, кстати, если вы смотрели меня в шоу «Супер-женщины», то вы видели, что когда сказали, кто будет прыгать с моста, а прыгали мы в такую отвратную погоду, чтобы просто вообще собаке не пожелаешь. Я сказала «я». Потому что я хотела просто пережить этот пиздос первый. Просто пережить это и все. Потому что я хотела прыгнуть. Но когда у тебя, блин, серое небо, ты не видишь вообще, куда ты прыгаешь, ветруганище, холод, еще стоят какие-то бабы, которых ты не знаешь, да, и целая съемочная группа, я просто предпочла прыгнуть от этого. И вот это мое «я», оно стало, уже я легко говорю, я на все, вообще, просто на все. Это уже перестало быть какой-то сложностью. Я просто этот тренажер в себе переиграла. Поэтому зависть – это не что-то такое, что вы плохой человек, или вы там… Нет, это просто маленький симптомчик, маленький симптомчик проявления какой-то вашей болезни по отношению к самому себе, вашей лени, вашего страха, вашей неуверенности, вашей низкой частоты колебания. Посмотрите прошлое видео. Необходимо понимать, что жизнь – это эволюция и развитие, что вы пришли в этот мир, и все остальные люди не имеют к вам никакого отношения, абсолютно. Вы отвечаете сами за себя. И поэтому, да, сегодня появились эти соцсети, их не было еще 20 лет назад, а сейчас появились даже меньше, чем 20 лет назад, а сейчас появились. И сейчас действительно мы достаточно болезненно себя сравниваем, и действительно мы смотрим, ах, а кто чем занимается на карантине, а кто что делает. Мы можем с этой информацией делать все, что угодно. Мы можем с нее смеяться, мы можем радоваться, мы можем получать от нее пользу. Заметьте, вот как сейчас с этого видео. Мы можем по-разному это интерпретировать. Она может быть для нас мотивацией к движению. Например, вы смотрите и думаете, да, Ермилова, ну когда тебе уже забодает каждый день снимать видео? Почему я за этот карантин ни одно видео не сняла, а Оля сняла уже там, я не знаю, сколько их, 25 сняла или 30 каждый день? И это может быть вашим двигателем. Вот это все просто пища для вас, как для птичек. Но по факту вы зависимы, и вы отвечаете только сами за себя. И другие люди, поверьте, они вообще к вам ни при чем. Поэтому задайте себе вопрос, погрузитесь в себя, помедитируйте, приходите ко мне на какие-то открытые медитации. Приходите на рерайтер жизни, где мы копаем глубоко о том, а где наши желания, что я хочу. Потому что, например, я когда-то помню, мечтала о доме, потому что моя подруга говорила, как это круто. А когда я начала копаться в себе, я вдруг осознала, что я не хочу жить в доме. Все говорят, Ольга, почему вы в дом не хотите купить? Или почему вы вместо квартиры не купили дом? А квартира у меня, кстати, стоит дороже, чем дом. А потому что я не хочу жить в доме. Потому что дом, это история моя про отдых, про лето, про какие-то такие вещи. Но в глобальном смысле я не хочу жить в доме. И для того, чтобы понимать, о чем ты хочешь, нужно на этом сфокусироваться. Поэтому находите себе занятия, которые помогут фокусироваться на себе, на своих желаниях. И когда вы это время будете посвящать себе, вы увидите, что чудодейственным образом такие симптомы, как зависть, сравнение, они испарятся. В какой-то момент, еще вот вам расскажу, когда я пришла в свадебный бизнес, я посмотрела таким, знаете, окинула взглядом свадебный рынок, как невеста. И поняла, что никого нету. И я занялась свадьбами. Когда прошло чуть позже времени, я увидела, что на тот момент на свадебном рынке, вообще на ивент-рынке, было тысячу с лишним агентств в Киеве. В Киеве. А мне показалось, что их нету. Мне показалось, что их было три, и то они были не очень. И потом, когда я начала смотреть и увидела, что у некоторых из них очень даже ничего, мне стало немножко стрёмно. Я подумала, блин, так я же зашла на самом деле в океан, который был полон акул. Но за счет того, что я их не рассматривала, я не знала об этом, мне, так знаете, с первого взгляда показалось, что никого нету, я спокойно стала самой большой акулой в этом океане и заставила всех поверить. Поэтому с тех пор я не подписана ни на каких конкурентов. Вы можете посмотреть внимательно вообще, на кого я подписана, и вы увидите, что там очень мало людей. Я подписана исключительно на тех людей, которые каким-то образом меня вдохновляют. Если человек меня раздражает, если он мне неинтересен, если, возможно, у меня где-то к нему что-то просыпается, я не буду на него подписываться, чтобы просто свой мозг не загружать этими вещами. Вот, собственно, все, что я вам хотела сказать. Ваши любые вопросы приветствуются, ваши темы в директ приветствуются, можете писать здесь, можете в инстаграме, потому что спасибо вам, что вы не безразличны, вы меня вдохновляете на ежедневный контент. Поставьте, пожалуйста, лайки, не жадничайте, друзья, помогайте мне. У нас, кстати, за месяц в органике пришло 3 с лишним тысячи людей новеньких. Спасибо всем за то, что вы пришли, я вам благодарна. Я вам открою секрет, что для того, чтобы платно привлечь для 3,5 тысячи подписчиков, ну, там где-то 3,200, нужно порядка доллара обходится подписчик в платной рекламе. Поэтому мне нужно было бы потратить 3,200 долларов. Спасибо вам за то, что вы пришли ко мне, я вам искренне рада. Я пока не знаю, что мы с вами будем делать в контексте того, как будете мне платить, но лайками принимаются. Поэтому всем хорошего настроения, карантиньте на здоровье, вибрируйте, излучайте сильные частоты, высокие вибрации, и никакая хрень не будет вам страшна. Обещаю. Всем хорошего настроения.